Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи. Негодных же и бабих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование в жизни настоящей и будущей. Речь идет конкретно о спорте. Телесное упражнение. Тут сразу возникает вопрос, он писал к Тимофею это касается, или только что Тимофей обратил внимание на тех, которые увлечены большим спортом. Мы должны найти ответ. Почему? А это зависит от нас. У нас некоторые не знали это и лишились детей. Конкретно. Я в жизни встречался с этими людьми ни разу, ни разу, и сходу правильного не было. Кончили ничем, рано уж ей жизни. Я буду называть даже фамилией, потому что это все открыто где-то. Телесное упражнение не бесполезно, а мало полезно. Мне делали операции неоднократно. От тяжести у меня раздавлены межпозвоночные складки там какие. И делали операции. Четыре грыжи. Три грыжи у меня. Вот наш там брат. Уже там бывает по полмесяца стоят вот так вот, и нельзя шевелиться где-то. А я сразу спрашиваю наш врач там, в краевой больнице, брат Виктор. Есть ли тренажерный зал? Есть. Он меня туда уводит. Это очень сильно помогает. Сказали только, что садиться нельзя, только стоя или лежа. Мне даже три килограмма нельзя было поднимать. Меня берегли очень. А я сейчас кланяю, все два ведра воды несут, даже нужды никакой нет. Почему? Надо смотреть, какой был опыт. Итак, телесное упражнение мало полезно. А Тимофей-то ведь болел. Мы не знаем про тита. Мы не знаем про другие, где кому он писал. А здесь прямо говорит, ради немощи твоей желудки. Что это за немощи? В славянском языке стоит в томах. Что-то с желудком. Треть, пей не одну воду, но и немного вина. Люди ссылаются на это, теперь начинают. Вот, вино. Он лечился, а ты заболел от вина. Ну, разница-то большая. Коротко сказать. В то время, вот исторически, это непростая тема была. Я называю, если кто записывает, потом посмотрите. У нас тут каноническая книга. Вторая, Маковейская. Тут у нас нет. Четвертая глава, с 9 по 12 стих. Как победив израильский народ, те народности образовали разное спортивное учреждение. И бросали диск. Больше ничего не написано. Не бегали, как они там, бросали диска. И тогда они скрывались под какой-то покрышкой. Это, видимо, зайти надо было только при каких-то победах туда. Это часть человека очень большая была по тем временам. И сохранились статуи, рисунки, где они наклонены, и вот так вот бросают. Есть такие, когда они бегут. Больше ничего нет. Что сегодня есть? Есть такое название «Большой спорт». Большой спорт смертельно опасен. Человек, у него ритм сердца, дыхание, Богом установлено, как есть. Постепенно учатся, чтобы ритм этот сбить. И, наконец, 100 метров. Что тут на 100 метров пробежать, как они говорят? Один бежал, последний, говорит, 2 метра, бежал уже мертвый. Однажды победа была одержана. Кто побежит? Мобильного телефона не было. Прибежал один человек и сказал, что победа наша. Упал и умер. И решили тогда от того места замерить. 42 километра, 195 метров. Это марафонский бег сегодня начинается. Его включили в Олимпийские игры. И тут все это рассказывают. А какие игры? И игры не просто вот они шайбу гоняют. Там тренировки какие идут. И самое прекрасное у них получилось. Это из Тольменки. Конькобежец такой. Он стал говорить, что выиграю все время. Не могу сесть. Выиграю последнее. Последнее. И прям тут же и умер на стадионе. Потеряли молодого человека. Наша здесь сестра, сын ее. Она подошла с ним и меня спрашивает. А можем мы в воскресенье? Он не придет. Потому что у них соревнования. Я говорю, в воскресенье? Никак. Надо прийти. Но у них же соревнования. А у нас же служба. Богослужебная. Он ушел. Сейчас парализованный лежит. Ничего не слышит. Она не знает, что там делает. Какая группа присвоена. Вы знаете сестру нашу. Это у нее, которая здесь. Мы его лишились. Другой подошел. Говорит, а у нас соревнования собак. Там не просто так. Надо бегать уметь. А можно я в воскресенье не приду? Я говорю, на другой день можно. А сегодня на воскресенье нельзя. Потому что перед Богом все. Вы знаете, у нас тут была сестра Конева, Валентина Павлона. А у нее дочка. Я хорошая она. Настоящий врач. Ее все признают. И вот она за такого вышла. Которые из себя знали. Они долго там готовили альпинисты. Не просто на гору залезть и куда-то. Дьявол полез там совсем. Там холм один. Дьявол погибли. Почему? Дьявол вошел внутрь и изнутри разорвал. Объяснение никакое. Ребра изломаны. Но гематомы нигде нет. Когда я выставил все это объяснение, сегодня все склонились на эту сторону. Никто их не бил. А решили показать к соседу. Партии готовились. А мы там в Манси такой народ темный. И говорят там какие-то явления. А гора называется Тортон. То есть не заходи. Прямо самоназвание-то какое. А они туда пришли. И последнее, что на снимке у них белое пятно. Это летающие, как говорится, здесь. И они все разорваны были. Все девять человек. Сколько лет это? Это наши люди. И они, ну, на один год только старше меня. Я знаю, какие люди были. О чем они могли разговаривать в палатке. Юноши и девицы. И как они изнутри разрывали и вылазили. Оттуда бежали босиком. Зима. Чего? Кого можно испугать это? Все версии отпали. И готовили на это. А если бы не готовили, дорога один заболел. И вот у Валентины этой паловы нашей. Зять. Хороший человек. Спортсмен. Но теперь они все победили. Теперь надо залезть в Жамалунг. Высшая, самая высокая гора в мире. Надо с государством договориться. Вот что интересно как. Их финансирует. Такой. Это банк был один. Дальше. Они пищат это в газете. Там деньги называются. Все. Этот банкир лопается. Газета закрывается. Они поднялись оттуда. И ни один не вернулся. А там не хоронят. Он в мороженое. Или там нет. Единственная птица, которая перелетает. Гуси дикие. Человек лезет туда. Кислорода нет. А эти горы охраняемые там шаманами. Они, ну, когда надо, сдует ветер. Конкретно. Прыгают. Ну, человек разбежался. Ну, сколько он может прыгать? Выше своего роста. Это редко кто прыгнет. Тогда шест придумали на шест. И тогда, понимаешь, это 4,5 метра. Вот. Ничего не стоит на крышу. И победу одерживает священник один католический. Летающий пастор. Разбегается только. Золотую медаль получил. И был таковский. Но самая-то большая тренировка. Самая трудная, когда готовят космос. Я посмотрел только, как они в барокамере лишают воздуха. Теперь на центре фуги как крутят. Где у них органы? Наконец погибает один. У нас трое. В Америке там челленджеры с севера сразу сгорели. Все прекратилось. Ничего нет. Это люди с хорошим здоровьем. И кто-то придумал, где затонул корабль. Самый большой был Титаник. Назвали Титану свой батискав. И туда пускают. Только миллионеры могли купить себе. Купили. Спустились. Лопнул за одну секунду. Даже доли секунды не было. Все в дребезге разнеслось от давления. Это в прошлом году только погибли. И юноша 19 лет был. Со своим отцом банкиром. Нет. Это большой спорт. Это не просто так. А второй у Наташи мужа. Он сплав по рекам. Здоровый крепкий мужик перевернулся. Мертвого вытащили. Ходи по земле. Да смотри ты дорогу. Где дорогу переходишь. Сотвори молитву Иисуса. Налево направо посмотри. Итак. Телесное упражнение мало полезно. Он не просто говорит. А противовес ему благочестия. На все полезно. Добрые дела творить. Говорят. В здоровом теле здоровый дух. Это пословица. В здоровом теле. Там духа совсем нет хорошего. Вот. Подходит ко мне одна сестра. И говорит. Внучка у меня. Учили плавать. И такие успехи у ней. Но. На соревновании первого места нет. Она в усилии купала. И не знает что теперь делать. Ну понятно. Ей хотелось первой. Там вы говорили. Настенька наша водка поднялась. Зачем вы разрешили это делать? Вы занимаетесь спортом. Который поможет здоровью. Вот со мной жил этот вермонах. Утром. Холодная погода. Ему надо бежать. Я говорю. Не бегай. Потому что легкие у нас. В комнате были. И поэтому сразу холодный воздух. Да. Нет. Это вы так все придумаете. Пробежал он где-то раза три. И теперь кашляет. Кашляет. Ну еще. Это легкие. Они тебе один раз даны. Телесное упражнение. Мало полезно. Какое? А делать гимнастику. Я не знаю. Сейчас по радио почему-то нет. А раньше было так. Пищит. И дальше встали. Руки разбили. Ну и дальше что как есть. Дыхание. Чтобы совпадало где-то. Это полезно. Вот у меня колени там не гнутся. Сказали. Я все время хожу. Хожу. Но я хожу. Притом это денег никаких не стоит. Никакой перегрузки нет. Господь нас надоумевает. Быть внимательными. А слово внимание. Мы посмотрим как. Апостол Павел говорит. Страдающий плотью перестает грешить. О том что здоровое тело перестает грешить. Нигде это нет. Раз здоровое тело он и делает что надо. Хоть сколько ты рожаешь. Но ты никогда не сделаешь рекорд. Как Васильева говорю. Товарища была. Родила. Сама 64 ребенка. Не. По 6. По 5 было. То есть везде существует какая-то грань. И на землю надо смотреть. А полезно будет это или не будет. Меня Господь спас от этого. Другой поднимает. Вы знаете был чемпион олимпийский Юрий Власов. Раздавило все. 3 часа со второго на первоэтажный койтей. Разы 4-5 сменяют только одеяния. На него смотреть нельзя. Сегодня придумали так. Тренируются. Бьются. Борьба без правил. Ногами бьют друг друга. Повалил. И вот лежащего еще бьют. И теперь показывают. В парализованном виде лежат эти люди. Вдруг опубликовали это на этой неделе. В разных странах. Это такое здоровье у них было. А почему? Деньги платят очень большие. Большие. И иногда речь идет о сотнях тысяч долларов. И даже по полтора миллиона. Потому что залы громадные. Все ставят на кого. Они наивучатся у зверей. Вот скачка на коне. Будем скакать первое. Там тоже надо тренироваться. И вот американец один обратился. Я уже когда в Америке был. Мне сказали. Вот такой-то есть год он провел. Человек когда врач. Вот сколько у нас здесь пальчиков. И как они сгибаются. В ногах. Ребра. Земные поклоны делают. Все до одного сочленения. Все работают. Оказывается самое лучшее до гимнастики. Земные поклоны. Как протопол по вакууму говорил. Он себе говорит. Сколько поклонов делает. Земных тысячу. Иногда две. Если ребятишки не пищат. И Анастасия Марковна рядом у него стоит. И она такие же делала. В каких он условиях был. Это 450 военных только погибло. Куда вы там на Амур вели. А он живой остался. Мы видим какие примеры нам оставили люди. Которые разумно пользовались своим телом. Наша мама просто говорила. Откакое меню. Она говорит. Что душа желает. То и ешь. И что интересно. Десять детей живых. И ни одного больного не было. А в такой скудности. Бедно все жили. Теперь я хочу по писанию посмотреть. А благочестие. Коснуться благочестия. Давайте устремимся на это. Телесное упражнение. Мало полезно. Но не бесполезно. Лишний вес. Там ничего не сделаешь ты. Показывает сегодня. 560 килограмм женщину. Ну ясное дело. Что что-то не то. Какая тут гимнастика. Значит. Когда человек делает гимнастику. Повороты эти. Все. Посмотрите. Когда люди выступают. Там на турнике. Поднимаются где-то. Он. Настоящий. Спортсмен. Ну приехал потеряевку такой. А работать не может. Он только маленько привез кирпичу. И опять в тенющий кляж. И говорит. Ты знаешь. Что кто-то смотрел на него. В ладоши хлопали. Вот. По милости Божьей. Мы немного продолжим. На вторую часть. Экклесиаста. 1.13. Это премудрый Соломон. Экклесиаст переводится как слово проповедник. Вот так. 1.13. И придал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видите как. Сейчас показывают. Женщина одна немецкая. Немка. Она преподавала в школе физкультуры. Сейчас ей где-то 90. Сколько ей там? Ну почти под 100 лет где-то подходит. Она каждый день 10 километров проходит. И она на брусих сегодня так показывает как есть. Если бы не сказали столько, ну подумал бы, ну не больше 50 лет. Она говорит, вот чтобы лицо не морщено было, это не дано нам. То есть она все. И каждый день, и питание, и с внуками сколько она. Я не говорю, чтобы каждый ходил 10 километров, но мне 3 километра каждый день надо пройти, чтобы работало. Титу 3.14. 13.14. Послание к Титу. Апостола Павла. Третья глава. 13.14. Это стих. Вот здесь рядышком. Вот так. Третья глава. 13.14. Стих. Зину законника и Аполлоса позаботиться отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Я слово упражнения взял. Вот посмотреть, чтобы упражнялись в добрых делах. А теперь молодые спрашивают. Ну вот мы женились, сейчас великий пост. Как мы должны? Побросить спать или где-то? Апостол Павел этот вопрос разобрал. Первый коренок, пятая глава. А четко и ясно. На время для упражнения не в спане, а в посте и молитве. Вот когда начинаешь считать, одному человеку никогда это не придумать так. Это только Дух Святой мог наставить так. На время, раз в посте и молитве, значит в строгости это. И показано, что в это время, ну так вести себя без соития нужно. Еще прочитаем. Второе от Петра 1-3. 1-3. Апостол Петра. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. Видите, сила дается от Всевышнего. Откуда? А вот отсюда. Если ты молишься, ты внезапно чувствуешь облегчение какое-то. Вот сколько ходили у меня диагностика. У меня не укола, не у меня таблетки. Ну и во вред это не было. По крайней мере, я узнал, по какой тропке идти теперь, где можно ходить, нет. Я нашел себе отсюда ходить под мост большой и под мостом молиться, чтобы его не взорвали. И написал в КГБ, Министерство путей сообщения. Дали ответ. Поблагодарились за это. Я говорю, а строитель прошел, нашел 13 мест уязвимых у моста. Такую красоту погубить. Но если их крымским взорвали, то дальше уже некуда. А почему? Потому что люди, занимающиеся спортом, они умеют плавать, умеют подниматься. Вот такой речок сбросил, подпыл рядом катерок, он уже под самой балкой. Это несколько тысяч тонн железа. Там три полосы сюда идут, то есть шестиполосные. Я много видел их мостов, когда мы ездили с границы. Я не знаю, может быть предвзято так, но лучше этого моста я нигде не видел. Тем более, как ратовали, чтобы дали там денег государству и государство дало. Милостью Божией мы дожили до сего дня. Некоторые говорят, вот вы потеряете, а у вас там есть спортплощадка? Я говорю, есть. Вот у него, у Игоря 36 крупного рогатого скота, у батюшки почти 100 овечек. Рядом Володя около 100 свиней. Намотаешься, да пока вытащишься, да пока напоишься, тебе уже ничего этого не надо было. Почему? На слежом воздухе. Да, конечно, никогда не играют в футбол, играют в баскетбол, когда есть свое время, и все это не так, чтобы победу одержать, а уж как есть, и все это засняли и показали. То есть можно даже в деревне жить интересно и быть спортсменом хорошим. Дальше. Амос. Пятая глава, 21-24 стих. Пятая глава, 21-24 стих. Ненавижу, отвергая праздники ваши и не обоняя жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете меня всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не призрю на благодарственную жертву и стучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих. Я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. То есть о чем Павел заботился, о том он заботился. Люди думают, чем-то угодить Богу, поведение. И когда говорится, что Неневя должна была погибнуть, то они там что, и пост объявили, и маленькие дети, все постились. И скотину они не поили никак. Но Бог увидел, что отступили от злого дела. Не посты увидел, хотя это все послужило тому, что было. А что это помогает? Видите, Господь как нас любит. Мы православные. Во время поста растительное масло даже не разрешается. Но по болезни разрешается. По милости, но ничего больше нет. Ни рыба, ничего. Мы должны, зная, как относятся люди к своему здоровью, благодарить Бога, что мы православные. У нас это так занаряжено. В какое время, когда зимой, считаешь, там сидели люди, которые знали, о чем говорят. И еще, Евреям 13.9. Все это побуждение к святому образу жизни. Малополезно. Евреям 13.9. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Видел, болни называются, они не тренируются, они только все время мускулы. Минимум где-то 8 раз в день только обедают. С мярсом. У них такие мускулы, все это дело. А потом на сердце сказывается. Это не нужен человек. Вот какой ты есть, ну если он работник где-то с молотом, кузнец работает, это его сразу видно, там сила железная где-то. И милостью Божией нас предупреждает, это лет где-то 450, больше, до Рождества Христова. Люди видели. Как ты не молись, сколько не жертвуй. Но если ты сам не видишь бедного, не помогаешь и живешь как попало, Богу это не угодно. Мы можем часами стоять до утра молиться. Обывающий человек несколько слов сказал, Иисус помилуй меня. Пошел зрячий. Исайя. Первая глава. 10 по 16 стих. Как будто нам сегодня он это говорит. Книга пророка Исайи. Первая глава. 10 по 16 стих. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ гоморский. Я остановлюсь сразу. Речь идет не о Содоме и Гоморре. Их уже не было, давно утонули они, сгорели. Поведение людей такое. Вот самое опасное, греховное. А тут устраивают гей-парады, там, оставив естественное управление, употребление женского пола, противоестественное. И Господь сжег. Ничего противнее, отвратительнее, золотого сгореть нету. А сегодня официально. Как я рад, когда приступили те, которые это все продвигают. Вступили к президенту нашей страны. А он говорит, у нас и так детей мало. И сразу отбагалил в сторону и все. Дальше считаем. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я присвящен всесражениями овнов и туков от кормленного скота. И крови тельцов, и ангцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться при лице моем, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительное для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и праздничных собраний не могу терпеть. Это все, что мы делаем. Если живет человек не по слову Божию, а Господь говорит, отвратительно. И речь идет о том, почему никто вас в крещении отберет и не бросит куда-нибудь. Чтобы дворы не топтали даже. Поэтому, готовясь сюда идти, мы даже хотим немножко подбить. Что у нас дни были перед этим? С чем мы сюда пришли? Считаем. Новомесячные ваши и праздники ваши ненавидят душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Вот он сказал, какие они. Они думаете, люди верующие, это же евреи, из Бога избранный народ. Они ничего лучше не придумали, как его повалить и деревянной пилой перепилить пополам. Такая-то она быстро бы закончилась. Она-то рвала волокна сколько. Это Исайя. Исайю называют ветхозаветным евангелистом. Он в 53 главе писал, как Христа распнут, как будет. То есть дословно, как будто с Евангелия от Матфея перепечатал. Лука 12.31. Еще два места. Это грозное нам предупреждение. Никакой спор тут не поможет. Лука 12.31. На Ипачи ищите Царствие Божие. Это все приложится вам. Видите как? Ищите Царствие Божие. Это все приложится вам. Я не знаю как. Мне приходилось много ездить по Америке. Я нигде не видел. Ну, везде. В школу, где-то все. Там что-то играют. Там прыгают. Я говорю, что так вот у вас? Это каждый день. Говорит, почему? Слишком дорого лечить. И вот это упражнение малополезно. Там ничего нет о нем. Он подбежал, там бентон кинул. Мяч где-то у него все шевелится. Надо смотреть на это. И откровение 3.21. Можно и 20 стих прочитать. Все стою во двери и стучу. Если кто услышит голос мой, я отворю дверь. Войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мною. Вы-то все знаете. Двери нашего сердца. И нарисовали кто-то. А у него ручки-то нет. Он говорит, она изнутри открывается. Господь стучит вот сейчас в наше сердце. Через Исаию. Мы прочитали через Тимофея. Чтобы мы откликнулись. И не просто так. Ну, у меня ладно. Все. Пересмотреть надо кое-что. Сколько ты время тратишь на Слово Божие? Знаешь ли ты, кто требует сегодня самого большого внимания? Вот где молитва? Нам вот приходилось, когда благовествовать ездить где-то. Мы следили за тем, что совершается в мире. И все время об этом молились. Апостол Павел, когда перечисляет, что с ним. Как сколько раз ему по 40 ударов. Как его выбросили камнями и побили. От родных, от близких. От всех терпел, терпел и терпел. И, наконец, голову отсекли. И 21 стих. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Что-то невыносимо тяжелое кажется. Приходите, вот у нас занятия идут здесь. Говорите, и мы сообща молимся. У нас называется интернетное содружество. Мы абсолютно все знаем. Сейчас сестра вот это сделали так. Как выглядел человек на фотографии до обращения. И как он обратился. И такие вот целый ряд идет. Но проповедь без слов. Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь.